Всем привет! Снова с вами GameDragon и как уже вводится, по вашим просьбам и по голосованию некому, скажем так, мы продолжаем Railroad Corporation. Ну как продолжаем? Придется начать заново, потому что я зафейлил первую прохождение кампании, первую миссию, когда делал обзор. Но на то он и был обзор. Сегодня мы попробуем эту кампанию начать проходить. Я надеюсь, что и дальше вы поддержите и проявите такой же интерес, поэтому не забываем ставить лайки, подписываться, ставить нажимать колокольчик, чтобы не пропустить ничего новенького. И поехали! Так, ну выбираем здесь вот такое фото соискателя. Берем железные дороги Харингтона, так же, как я выбрал в прошлый раз, и попробуем исправить свои ошибки с прошлой миссии. Итак, начинаем игру. Я сознательно оставил, сейчас, во-первых, на паузу поставим, сознательно оставил музычку, потому что музыка в этой игре приятная, поэтому наслаждайтесь видео без рекламы. Я надеюсь, что YouTube это позволит. Итак, значит, мы с вами начинаем. У нас те же самые задачи, как видите, инвестировать в технологии, доставка железной руды, доставка угля и большой опыт за быстрый результат. 819 дней на все про все. Я скажу так. Немножко я потом за кадром поиграл, посмотрел, как работает механика, чтобы быть, ну, не совсем таким уж валенком. И я пришел к выводу. Во-первых, надо составлять и интенсифицировать цепочки производств и доставку, соответственно, грузов. Мы рванули с вами выполнять перевозку угля, которая не является зачетом в миссии, потому что, оказывается, уголь надо доставлять именно было на Сталилитейный завод, а не куда угодно. А здесь, видите, просто написано. Но если мы кликнем на эту задачу, мы узнаем, куда конкретно надо возить. Поэтому у нас есть с вами 100 тысяч, и мы сейчас сделаем ход конем. Мы начинаем в Bowling Green. И у нас, смотрите, какая есть ситуация. У нас прямо вот здесь просится три цепочки, точнее две. Это пшеница, поставляемая в Clarksville, которая превращается в мясо, которое стоит 3800. И при продаже в нашем Bowling Green превращается в 7,260. Ограничение по 20, то есть затарить это будет достаточно проблематично, если не вложить туда очень много поездов, чтобы это все ездило. Поэтому мы начинаем прокладывать железную дорогу между Clarksville и Bowling Green. Вот такая будет дорога, я думаю. Строим. Замечательно, но ничего я не запускаю. Смотрите, мне надо ветку кинуть в вот сюда, как он называется, San Bruno. Веточку в San Bruno надо кинуть. Что я делаю? Я делаю вот так. Отсюда начинаем и ответвляемся. Можно ветвиться вот таким образом. Будет 12 ограничений скорости. А можно попробовать ветвиться вот таким образом. Не смотрите на скорости 120. Они нам не нужны. Наши поезда больше 35 в этой миссии никогда ездить не будут. Ну, если только они не на холостом ходу. Но, опять же, это так себе. Так, ну вот как-то вот так. 120. Построили это дело. Потратили 40 почти тысяч на это все. Дальше. Смотрите, что я делаю еще? Дорога у нас достаточно длинная. Если я опущу один поезд, это будет все очень долго и некрасиво. Я беру и строю вторую дорогу. Но можно провести вот здесь до конца и построить просто двухколейку. Но это неинтересно. Знаете, почему? Потому что в этой игре нет светофоров, нет семафоров и ничего толком нету того, что должно быть в нормальной железнодорожной игре. Поэтому правильнее, чтобы семафоры создавались и у вас поезда отсекались на разные участки дороги, построить несколько вот таких вот ответвлений вот такого характера. Тогда поезда у вас смогут разминуться, а вы получите необходимую гибкость в настройке железнодорожных путей. Ну, а вот 12 нет. Давайте шаг назад сделаем. Вот так. Мы, получается, построили вот такую гибридную дорогу. И теперь поезда будут отсюда. Сейчас побегут вот туда. Создаем. У нас с вами осталось 58 тысяч. И мы теперь с вами покупаем несколько локомотивов. И нажимаем здесь, наверное, будет 2. Если я 3 возьму, он будет тянуться, видите, с максимальной 8 км в час. Нам это неинтересно. Мы будем таскать по 2. Применяем. Также я сразу расширю это дело и поставлю сюда ремонтную мастерскую. Почему сюда? Ну, понимаете, мясные паровозы будут ездить сюда, чиниться здесь. Пшеничные будут тоже сюда. Т1 поезд выбираю и здесь адаптирую его под то, чтобы он чинился. Так. Все. Снимаю с паузы. Поехало это дело. Сразу же вот здесь вот делаю копию локомотива. Нам надо 2. И у нас с вами осталось 24 тысячи на 24 тысячи. Видите, смотрите, этот не едет пока здесь. Не уедет Т1 полностью с этого участка пути. Потому что этот участок пути, он один. Вот второй поехал. Кстати, смотрите, есть такая концепция. Видите, я когда выделяю, он у меня не одним куском, а двумя кусками. Вот как только этот паровоз Т1 проехал вот этот участок, Т2 начал ехать. Возможно, если строить их через точки, это будет являться отрезками пути. И тогда паровозы будут ехать по-другому. Интересная концепция. Как-то надо будет ее проверить. Соответственно, здесь заезд сначала сюда, потом разворот. И поехал туда. Здесь я пока оставляю одноколейку. И вы поймете почему. Потому что здесь будет один поезд курсировать. Потому что мясо производится долго, да пока оно доедет. Потом, когда мы с вами интенсифицируем движение, у нас все будет. Я здесь ускорю немножко это дело. Ну вот наш составчик бежит с двумя единицами пшенички. В Кларксвилль. Тот, видите, тоже едет без вопросов. Сейчас будем получать первую прибыль. 3 800, 3 800, 563 и 120 за заправку. То есть меньше 1000. Кто не знает, вот сюда в отчет. Если посмотреть, мы заработали за квартал. Вот третий квартал. 3000 на сегодняшний день. Мы в прибыли. Мясо пошло создаваться. Теперь можно отправлять сюда поезд. Говорим здесь 2 мяса. 2 мяса продать. Здесь один раз. Давайте всегда чиниться. И запускаем этот паровоз. Он сейчас поедет за мясом. Мяса здесь, видите, достаточно много. То есть на 2 ходки хватит, а эти приедут. То есть у нас с вами 11 000. Мы можем уже сразу же улучшить за 10 000 офис. И построить за 5 500 взять в кредиты. Немножечко. Но построить нашу исследовательскую лабораторию. Мы сейчас эти 5 000 очень быстро наверстаем. Но старайтесь все-таки не уходить в большой минус. Вот видите, этот стоит, ждет, пока он уедет. Но они как-то вот друг против друга разъезжаются. То есть как-то вот они странно все-таки работают. Вот приезжает наше мясо. 7 200, 7 200. И у нас уже за квартал 4, видите, 16. Ну, уменьшается, потому что есть поддержка определенная расходов. Поезда. Поезда имеют тенденцию больше 5. Увеличивается поддержка их затраты. И, соответственно, больше 10 или 15. Нам надо смотреть. Так, давайте исследовать. Я предполагаю исследовать мощность всех локомотивов. И максимальную скорость. 3 200. Да, берем. То, что мы в кредит сейчас уйдем, это опять же не проблема. Главное уходить не в большой кредит. Поэтому будьте аккуратны. Здесь 76 дней, здесь 49. Замечательно. Гоняй, отпускай. Кстати, вот инвестиции в технологии мы уже выполнили. Что я еще обратил внимание по экономике. Видите, уже 36 тысяч. Это еще квартал не закончился. Еще целый месяц. По экономике. Что прокладка первого полотна железнодорожного стоит гораздо дороже, чем прокладка второй колеи к нему же. Ну, то есть, в принципе, так во всех играх. Но здесь, в принципе, надо было сказать, что это работает. Смотрите, у нас накапливается мясо, которое мы не успеваем вывозить. Я предлагаю, у нас 22 тысячи с вами, я предлагаю расширить немножечко нашу колею. Сделать ее двушкой. Но хочу подождать сначала до конца декабря, чтобы вы увидели, сколько можно заработать в первый квартал. Прямо вот, как говорится, на такой схеме. А пока я думал и ждал, у нас максимальная скорость исследовалась. Замечательно. Давайте увеличим максимальную тягу теперь. Так, ну и вот январь наступил. Ну, смотрите, я заработал 43 тысячи в первый квартал, во второй квартал игры, хорошо. Не напрягаясь. Поэтому давайте в первом квартале 33-го года мы немножечко потратимся. Значит, что мы сделаем? Мы проложим дорогу, как я уже и сказал. Вот таким образом теперь выглядит наша дорога. И мы запустим сюда дубликат локомотива. Какого? Т-2 или нет, Т-3. Вот он, Т-3. Мы его сдублируем. Купим локомотив за 14 тысяч. Благо у нас денег куры не клюют. И он поехал. Т-3 стоит, чего-то ждет. Вопрос, чего ты ждешь. Так, стойте. А я что, выгрузку не поставил? Нет. А, я не поставил, что возить назад. Господи, смотрите. Пассажирчиков можно назад было бы взять. Во, вот таким образом. Замечательно. Отпускаем. Только вот вопрос, что он стоит? Что он делает? Т-3 загрузился, а Т-4 до сих пор стоит. Хотя у тебя есть. А, вот поехал. Все, нормально. Так, и смотрите, у нас получается сейчас немножко денег накопим. И улучшим нашу станцию, потому что нам нужен новый сервис. Нам нужен... Нет, нам нужно просто улучшить сервис. Нам нужно две комнаты и второй починочный бокс. То есть, чтобы они починились вместе. Два. И надо будет, чтобы второй заправочный пункт. Потому что так они долго. Ну, вот денежки у нас идут. На 5 тысяч увеличим. Теперь второй заправочный пункт. И нам должно хватить на ремонтный бокс. Кроме всего прочего, обратите внимание, у нас появился с вами второй железнодорожный путь на станции. И для того, чтобы он у нас не мешал никому, мы с вами сделаем следующее. Вот эту штуку отправим в утиль и построим новый кусочек железной дороги. Вот таким образом. Но они у нас, видите, не пересекаются. И это плохо. Но они у нас и до этого не пересекались. То есть, с этого пути нельзя было ускакать туда. То есть, они заезжают на станцию, а потом уезжают. Так, Т-4, видите, ждет, пока уйдет на этот кусок. И вот теперь, видите, они у нас, получается, не ждут друг дружку. Видите, вот этот кусочек, этот занят, этот едет. То есть, в принципе, достаточно хорошо получается теперь. Они могут друг дружку не блокировать и нормально ездить. Что у нас по денежочкам? Значит, 19 февраля у нас с вами 20 тысяч, несмотря на то, что мы потратились с вами на прокладку железной дороги. Замечательно. А будем строиться дальше. Дальше у нас на очереди никакой не уголь. Он нам нафиг не нужен. У нас идут доски. Тем более, что у нас доски, смотрите, в двух местах потребляются. Они потребляются самим городом для роста. И также не потребляются небольшой лесопилкой. То есть, в принципе, было бы неплохо, наверное, поставлять их на лесопилку. Тем более, что бревна пилятся в доски. Их можно будет продавать еще дороже. Я хочу тоже улучшить станцию два раза. Получить второй железнодорожный путь. И отправить его сразу на ветку в Лейксвилль. Так. Строимся в Лейксвилль. Вот сразу так заворачиваем, чтобы было сотня там. Хотя, опять же, как я сказал, оно нафиг никому не нужно. Это сотня. А, вот он ты. Господи. Тогда мы сейчас отменим. Я что-то не туда пошел. Я лихо. Есть. Бум. Построили. Немножко кривая такая. Ну да ладно. Здесь то же самое. Прокладываем двойной путь, чтобы у нас могли паровозики разминуться. Ну так, не будем строить. Построим их немножко дальше. Так. Вот сюда. Вот так. Есть. Тоже построили три участка пути. Замечтательно. И отправляем паровозы. Смотрите. Значит, покупаем. Вот. Локомотив Бестфон стоит 14 тысяч. Хотите с текущего баланса? Да. Мы знаем, что сейчас мы продадим. Будет все нормально. Так. Здесь мы сможем тоже отправлять два. Максимальная скорость 26. И продаем. Смотрите. Здесь 3850. Здесь 3300. Продаем пока сюда. Здесь у нас нет ремонтной мастерской. Что есть? Прискорбно. Надо ее построить обязательно. Да, это мы знаем. Регулярное техобслуживание надо сменить. Теперь вот в этом вагоне. Замечательно. Так. У нас минус 3000. Ждем пока. Единственное, что может быть заправочный пункт улучшить. Да. Давай. Минус 6000. И можно будет, наверное, потом еще 4000 на ремонтную. Все. Теперь ускоряемся и ждем, что получится. А получается прямо замечательно. Смотрите. Первый состав дерева приехал. То он по 6000 продал. Эти по 3. И погнал этот со своим мясом. Кстати, мясо упало до 6600. Помните, а было 7 что-то там. 6600. А сколько мы покупаем здесь? А, 3800. Мы все равно в профите. Так. Ремонтные мастерские выполнили. По деньгам. Ну, смотрите. Прошлый квартал мы закончили 44. Этот квартал мы закончим, наверное, еще больше. Потому что мы все-таки начали возить бревна. Бревна переработаем в доски и начнем возить доски куда-нибудь. О! Доски в Луисвилле применяются. В мэрии 8500 при покупке за 4.4. То есть почти в два раза. То есть на этом можно сделать упор. Я думаю. Тем более у нас 23000. Несмотря на то, что я там в минус уходил. Минус контролируйте обязательно. Вы видели, как это происходит в обычной игре. Если не контролировать. Так. Ну, хорошо. 30000 есть. Процесс идет. Давайте строиться. Строимся, наверное, по внутренней линии. Таким образом. Вот смотрите. Видите, я поставил здесь. Это кусок железной дороги. Давайте сейчас вот здесь и попробуем построить таким образом, чтобы разделить это на участки. Значит, у нас раз участок. Где у нас там же? Я хочу проехать через... Короче, я хочу проехать через вот этот узел и туда уйти. Ну, вот как-то так. То есть у нас получился раз узел. Два узел. Здесь будет узел номер три. Здесь пойдем на станцию. Так, построить. Смотрите, что получилось. У меня есть раз кусочек, два кусочек, три кусочек, четыре кусочек. Если сейчас быстро отправить туда два поезда. Но у меня, правда, денег нет. На эти быстро два поезда. Давайте оставим ускорение. Пускай ездят, продают. Как они пойдут? Значит, тут можно возить уголь и в этот город сразу получается. И можно возить уголь в этот город. По три тысячи, а покупка тысячу двести. Давайте добьем здесь. Вот так пускай будет. Правильно получилось? Где тут? Раз, два, три. Замечательно получилось. 15 тысяч. Нам надо два паровоза. Нам надо тысяч двадцать заработать. Так, а между тем у нас исследовалась тяга. И хотелось бы это дело посмотреть. Сделаю паузу. У нас исследовалась тяга плюс десять. Исучена скорость. Можно бы взять, конечно, Джона Була. Но он восемнадцать тысяч стоит на разработку. Поэтому я бы пока оставил это дело. Вот срок службы за девятьсот есть. Потребление топлива минус десять тысяч, ой, минус десять процентов за две тысячи четыреста. И надежность. И вот еще мощность за тысячу девятьсот. Давайте мощность за тысячу девятьсот и срок службы. Назначим сюда по пять архаровцев. Да, примерно будет восемьдесят до девяносто три дня. Отлично. Все, продолжаем зарабатывать деньги. А смотрите, какая у меня штука произошла интересная. У меня забился полностью склад мясом. Поэтому и два поезда Т-4 стоят без дела. Видите, один стоит и Т-3 стоит одно мясо. Давайте мы это мясо сейчас выкинем. Да, потеряем деньги. И перестроим немножко маршрут. Каким образом? Превратим его полностью в пассажирский сейчас, так? Для того, чтобы пока была возможность у мясного потребления вернуться в норму. Применяем. Вот так и отправляем. Здесь как бы еще может производство быть. А здесь, видимо, очень быстро как-то накидали мясо сюда. Прям вот очень быстро. Но тем не менее, у нас 30 тысяч. Т-4 что делает? Ждет мясо, да? Я просто думаю, покупать два новых паровоза или отправить Т-4 заниматься перевозкой угля. Наверное, давайте так и сделаем. Да, придется уничтожить это дело и полностью перестроить маршрут. Значит, ты едешь сначала вот сюда, забираешь два угля и возвращаешься сюда. Так? Здесь проводишь ТО и возвращаешься обратно. А еще один маршрут мы сейчас с вами построим, который будет идти от угольной фабрики, вот этой шахты точнее, вот сюда. Здесь у нас еще пока никаких сервисов нету. Мы скоро построим. 16 тысяч можно уже строить на самом деле. Сюда, сюда ремонтное. И так оставить. И вот Т, это будет Т-6. Подтвердить, что здесь должен быть ремонт всегда. Теперь смотрите по поездам. Пока у нас 6. И вот это, видите, Т-1, Т-2 красненькие. Это значит, что они вот у нас не проходят ТО. И, видите, их состояние крайне печальное. Их надо сейчас заапдейтить будет, чтобы их починили. Потому что вот здесь вот после того, как мы настроили маршрут, автоматически не подхватывает концепцию на постройку и ремонт. Точнее, постройку на ремонт. Так, смотрим теперь по этим поездам. Значит, этот пошел первый. О, видите, сработало. Вот он перешел этот первый кусочек, и Т-4 сразу поехал. Смотрите. Видите, они не ждут друг дружки. Если же вы протянете одной большой линией, у вас поезд поедет целиком. Пока он до конца не доедет, у вас другой не поедет. Поэтому разбивайте эти штуки. Видите, оно разбивается не семафорами, а разбивается именно на уровне, на моменте постройки. Так, этот загрузился поехал, этот загрузился тоже поехал назад. Ну, посмотрим теперь, что из вас выйдет. И вот мы видим, что наш Т-1, Т-2 начали с чиниться, они у нас в починке стоят. Да, им долго чиниться, но благо мы, видите, 30 секунд почти еще стоять. Т-60 чинится, в общем, долго. Но зато у нас теперь и два может чиниться. Видите, Т-3 стоял, ждал тоже. Если их поддерживать в состоянии, вот как Т-3, видите, он постоянно, то он быстро чинится. Обратите внимание, вот эта серая закрашенная часть полностью, это износ. Вот мы здесь с вами исследовали, кстати, по-моему, уже изучили, да? Да. Сейчас 10 дней, осталось, давайте сюда кинем ученых. Вот мы срок службы исследуем, это плюс 500 дней. То есть, если я сейчас возьму, посмотрю на Т-3, я увижу, что у него есть пробег, да, с тонн на километрами 8000, и износ 2000 дней максимальная, на 355 мы отбегали. Сейчас у нас изменится новое исследование, будет доступно. Вот, видите, уменьшилось чуть-чуть. Стало 2500, теперь, соответственно, вот эта серая полоса чуть изменилась. То есть, теперь вот это вот мы можем ездить и израсходовать. То есть, чиниться можно всегда до предела, то есть, он каждый раз уменьшается. Не знаю, как-то еще объяснить по-другому, если вдруг непонятно. Оно такое. Техническое преимущество выполнили с вами. 419 дней. У нас доставка угля, доставка железа. Это будет происходить долго. У нас с вами 37000. Можем начинать потихонечку возякать. Здесь 18 из 20, поэтому наш Т3 уехал, а Т4 мясо не возит. Ну, пускай будет. Пускай этот возит пока пассажира. Смотрите. Почтовое отделение появилось, вырос наш город, у нас этого не было. И у нас есть почтовое отделение в городе Луисвилль. Вот здесь вот есть возможность запустить почтовое сообщение. Целый поезд вот туда, между этими двумя городами. Я думаю, что, наверное, так и надо поступить, потому что лучше интенсифицировать приход денег. Тем более, смотрите, 43, 44, 48, 39. Еще не закончился сезон. Поэтому здесь мы с вами, у нас есть вторая линия. Ну, она, в принципе, тоже имеет право на существование, но мне кажется, это не лучший вариант. Если я вот так вот ее поведу, мне хочется все-таки... А давайте вот для примера. Вот просто для примера, чтобы вы посмотрели, как это работает. Здесь сходимся в одну, поезд уехал, могу построить. Смотрите. В принципе, они будут кататься теперь по одной линии. Но! Есть одно но. Эта часть, видите, состоит из двух, она автоматически разбилась. Нет, из трех. Из четырех даже. Она как-то автоматом побилась. А, тогда нормально. Тогда, значит, поезда будут нормально ездить. Но! У нас вот здесь нету пересечения. Мы это пересечение строим. Вот чем длиннее строим, тем быстрее оно ерзает. Одна проблема. Вот как в Railway Empire, здесь нельзя поставить вот так и сделать вот крест-накрест. Видите, он пересекается с другой стрелкой. Видимо, инженеры 33-го года еще не знают, что так можно строить и это очень выгодно. Также здесь, видите, он почему-то прилипает все время не туда, куда надо и не позволяет это построить по-другому. То есть, короче, с прокладкой путей в этой игре, в общем, все печально. Здесь неплохо симулируется бизнес-модель, но с железнодорожной постройкой здесь все очень печально. Так, это мы построили только одну часть, а нам надо еще вторую достроить. Здесь обычные угловые вот эти штуки строю, как я уже и привык. Так, у нас здесь с вами не ожидается суперинтенсивный пассажиропоток, ну или вообще грузовой поток, поэтому мы можем построить это, видите, прямо по домам, не стесняясь. Дома в 33-м году, в 833-м никого не парили. Теперь, сколько у нас денег? 33 тысячи. Значит, давайте закупим локомотив Best Friend и сделаем следующее. То есть, ты закупай двух и одну почту, и ты будешь ехать со скоростью 21 км в час, что не очень хорошо. Сбрасываем, нам надо экспресс-вариант. Здесь делаем то же самое. Загружаем, загружаем, выгружаем, 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 выгружаем. Чинимся, чинимся, применяем, поехало. Проверяем. Т7. Поехал. Вот, пассажирчики и почта поехала. Жалко, интерфейс не уменьшается, когда вы близко к городу приезжаете, он у вас закрывает полэкрана. Это есть большой минус. Но, пускай они немножко покатаются, принесут мне немножко прибыли. Так, смотрите, закончился квартал и вместо 48 тысяч прибыли мы получили с вами 60 тысяч прибыли, учитывая того, что мы запустили поезда в Луисвилль практически под конец квартала. 36 тысяч на счету и я думаю, у нас с вами, что тут по контрактам? 388 дней, по-моему, пора начинать заниматься углем. Вы помните, возить это надо вот сюда, уголь здесь, вот мы сейчас отсюда, а может отсюда вывернем сюда. Да, давайте вот отсюда вывернем. Так, а, будет, по-моему, ему по барабану в какую сторону ездить, тут поезда вообще ездят как хотят. Поэтому мы будем строить тоже как хотят. Так, нам надо будет потом уезжать вот туда, в Индианополис. Нет, это Цицинати, извините. Значит, построим так, чтобы было как-то вот, ну, не так уж совсем. Хотя, опущай будет. Так, сразу у нас останется 15 тысяч, не, 15 тысяч маловато. здесь тоже, как вы понимаете, делаем двойную колею. Вот так, получилось аж 4 штуки, потому что длинный перегон. Ну, и надо поезда. У нас 4000 с вами всего. И я вот, знаете, чем беспокоюсь? Здесь еда накопилась, все никак не съедят. И здесь, в принципе, уже тоже надо потребление мяса, и здесь уже завод накопился. Но есть нюанс. Во-первых, мы завод купить не можем, а во-вторых, у нас нет никакого склада, который бы закупал мясо и продавал бы в этот город. А вот куплю ли я вот это мясо, я его не куплю. То есть, я не могу его взять, обратно вывезти. То есть, получается, как бы дилемма. Город сам требует мяса, сам его производит, но как-то сам не может себе доставить на рынок. В отличие от той же Railway Empire, как-то там все это учтено. Если город производит и есть внутреннее потребление, то сначала удовлетворяется внутреннее потребление, а потом уже все идет излишки на продажу. Там это все логичнее, даже с точки зрения бизнеса. Итак, закупаем поезд, говорим, здесь затарится, здесь разгрузится, ремонта пока нет. Ладно, надо построить ремонтную мастерскую, и мне кажется, ремонтную мастерскую надо строить здесь. Объясню, почему. Потому что мы сюда сейчас будем привозить железо и прочие радости жизни, и отсюда будем потом сталью возить, и надо, наверное, здесь будет много поездов гонять, чтобы вот этот поезд, который на железную шахту поедет, как-то он мог... Так, это какой? Т8? Давай, чинись все время, и мы сделаем ему тоже копию, пожалуйста. Замечательно, все. Железо нам надо сколько? Железо 10, угля 5, а железо почему 10? Потому что на производство стали требуется два железа и только один уголь. ну окей, хорошо, тем более, что вот два мы уже доставили, 55 тысяч, денежки, как говорится, льются, 82 тысячи у нас в плюсе, о, и кстати, у нас уже сразу появилась станция лучшего уровня, так, ну давайте целим, целим вот туда, одним куском строим, получаем, что? Сколько кусков на дороге? О, видите, получился один кусок на дороге, смотрите, что вообще как-то вообще-вообще-вообще нехорошо. Так, смотрите, в городе Боулингрин больше нет потребления зерно, то есть если бы мы вдруг возили сюда зерно, то город вырос и он уже перестал потреблять зерно, ему уже надо непосредственно мясо, давайте, кстати, наш Т-третий немножко адаптируем, во-первых, надо, чтобы он здесь тоже чинился, а-вторых, давайте попробуем добавить ему мясо сверх нормы, да, и продать мясо, будет таскать, ну, 24 километра на 36, меня, в принципе, это устраивает, тем более, мы немножко их прокачали, кстати, что у нас с исследованиями, есть ли смысл начать Джон Бул качать, я думаю, есть, прямо все вот в него, это в 109 дней будет, это очень долго, поэтому пускай развлекаются, так, я нанял, или еще не нанял, Т-9, ты куда едешь, ты за железную роту едешь, да, нет, за углем, простите, вот, нанимаем вот этот и говорим, что ты будешь ездить за железной рудой, ты можешь только две, а отвозить ее будешь сюда обратно, и чиниться будешь здесь тоже всегда, и делаем ему копию 2, замечательно, у нас получилось 10 поездов, как только я превышу количество поездов 10, у меня вырастет полностью их поддержка, овердрафт за использование, а, я в минус упал, но ничего страшного, я уже, видите, изминулся и выбрался, так, дадим им время немножко поработать и посмотрим, что из этого получится, и смотрите, у нас доставка угля выполнена, плюс 200, дальше идем, и если кому интересно, смотрите, в последнем законченном квартале мы заработали почти 100 тысяч, это очень хорошо, я считаю, и можем посмотреть, что продолжается дальше, здесь Т10 таскает железо, а Т11 где, или какой он там, а, Т9, Т10, один, значит, я не купил его, блин, да, я не нажал вот сюда, вот, теперь смотрите, содержание 200%, более 10 локомотивов, расходы 200, 15 и 300, 25 и 400, то есть, у нас до 15 лучше держаться, а потом лучше сразу скакать, уж выше 15, потому что, как только вы возьмете 15, вот один, у вас сразу скакнет на 100% расходы, а прибыль просядет, естественно, поэтому, если вы увеличиваете подвесной состав, количество его, то делайте так, чтобы после 15 у вас сразу, ну, 2, 3, 4 поезда добавилось, чтобы как-то, ну, хотя бы скомпенсировать скачок в 100%, это будет правильнее, ну, вот, стоимость содержания локомотивов, спасибо, я и так вот это рассказал только что, смотрите, пока они ездят, чтобы подтвердить сказанное только что мной, по поводу количества локомотивов, я предлагаю следующую штуку, у нас есть, есть Т7, который вот ездит в Bowling Green почту, давайте сделаем их два таких, потому что расстояние очень большое, а количество пассажиров и почты у нас накапливается сумасшедше, и доски мы вообще туда не вывозим, поэтому давайте мы с вами сделаем еще отдельно один локомотив, который будет у нас с вами перетаскивать только доски, и здесь их продавать, и тоже ремонтироваться, все, все поехало, смотрите, тут сразу 3 локомотива должно заехать, Т12, это почта, Т13 почта, и Т14 доски, замечательно, все поехало, все крутится, все работает, здесь у нас, видите, маленькая станция, движняк, все стоят, ждут, давайте ее улучшим, и еще разик, и можно будет тогда построить, по-дурацки немножко, ну сейчас они пусть все разъедутся, вот так, давайте остановим паузу, в смысле, паузу сделаем, а не остановим, построим вот так, и пускай это будет, вот сюда, ну так, криво, косо, ну вот оно объезжать будет, так, здесь, черт его знает, здесь они в принципе на один бок выезжают все, особо по-моему разницы нету, ну вот так пускай будет, красивенько, видите, так он его пропустил, а так должен был бы поехать вот сюда, в сторону, мне так кажется, не знаю, логика там может быть странная, но такое, проверяем по деньгам, 119 тысяч в текущем сезоне, и по квестам, у нас с вами 6 из 10 железа доставлено, еще 226 дней, красота, и так, смотрите, что получилось, отлично, все сырье для производства стали доставлено, теперь осталось только перевести эту сталь, мистеру Деннману в Цицинайте, время поджимает, поэтому поторопись, 210 дней, железная руда выполнена, закрываем, и теперь перевезено 5 стали, мистеру Деннману, вопрос, он нам платить за нее будет? Ага, нифига он нам платить не будет, видите, потребление стали 30 тонн, а в наличии 5, доставить сталь, это часть контракта миссии, поэтому нам за него нифига не заплатят, губу раскатал, экономист, блин, ладно, будем строить, сколько у нас денег, 98 тысяч, ну тут все очень просто, я думаю, тут просто ветку, наверное, кинуть туда, просто прямую, вот такую, можно так чуть изогнуться, и закончить, вот так, на склад не надо ветку строить, да, а, да, вот можно разрушать, вот мне нравится город перестраивается, классно, тут они хорошо сделали, о, тут у нас в холме дырку пробили, и смотрите, 30 тысяч почти обошелся нам, так, сколько у нас стали с вами, о, 10 у нас стали, ничего себе, а сколько у нас дней до разработки Джон Була, о, так, стоять машина, у нас изучено это дело, я хочу ему максимальную скорость улучшить, сколько, 29 дней, мне кажется, это шикарно, вопрос, строить ли тут вторую ветку, или нет, все-таки сталь, это по условиям миссии надо, а экономически, она мне нафиг не нужна, поэтому давайте попробуем так, что-то такое сделать, денег, в принципе, у нас с вами достаточно, не, давайте здесь ограничимся, раз, вот так у нас будет, тут две ветки, тут две, и теперь мне надо запустить наш новый локомотив, Джон Булл, 26 тысяч стоит, ничего себе, сколько я могу в него загрузить, две стали, да, хорошо, здесь разгрузиться, что я могу, можно, конечно, хвост сюда проложить, что-то здесь выгружать, и потом сюда возвращаться, потому что, а нет, стоп, пшеничку требует и дерево, а, здесь ничего не производится, кроме пассажиров и почты, да ладно, ходи холостым, бог с тобой, ты еще пока доедешь, сейчас еще, а где наш Джон Булл, вот этот, ты 15-й, да, Джон Булл, давайте хоть на него посмотрим, что ли, как он выглядит, эй, покажись, нет, стоп, это не то, вот, ты 15-й, Джон Булл, ну, ехать будем, симпатичный, о, смотрите, как он обогнал, и они идут оба по, прикольно, нету встречных поездов, можно гнать по встречке, а теперь что ты будешь делать, теперь ты подождешь этого, заедешь, развернешься, ты гениален, клево, и в какую сторону ты здесь пойдешь, ты прямо попрешься, потому что у тебя опять никого нет, поэтому можно по встречке гнать, класс, люблю такие железные дороги, все по-нашенски, так, здесь уже 14 из 40 накопили, давайте сделаем следующее, чтобы мы быстренько успели выполнить этот контракт, я еще один, есть ли смысл, смотрите, раз, ходка, два ходка, еще одна, не, оставим, пусть сделает три ходки сам собой, и все, он исследование завершено, максимальная скорость, и давайте теперь, тяга или мощность, давайте мощность исследуем, 73 дня, много, мне кажется, он сделает несколько ходок за это время, и мы можем выиграть, так, буллингри, новая потребность доски, вот смотрите, тоже, о, нет, стоп, начало что-то заполняться, вот, три, три доски появилось, четыре доски, стоп, так, может и мясо здесь тогда поставляется, странно, почему нет, смотрите, мясо сюда не поставляется, а доски, несмотря на то, что их здесь не забито до конца, доски поставляются, интересная концепция, это баг, или это фича, где мясо здесь забилось, все остановилось, пшеница теперь сюда не приезжает, потому что нафиг никому не нужна, Т1 стоит, но хотя бы все продал, интересно, зато здесь работает, может быть, это с какого-то момента начинает работать, интересно, что Мэрия скажет, у тебя 7300, потребление мяса доски, а у тебя что, у тебя 6,00, ну, 6000, так, и мясо, в принципе, бревна, видите, вот эта полосочка, она также есть в любом другом городе, это заполнение спроса, то есть, когда у вас не полностью удовлетворен спрос, полоска заполняется, цена вырастет, если же эта полоска, наоборот, если затаренный склад, то эта полоска будет в обратную сторону идти, цена будет падать, как-то так это работает, смотрим, так, что здесь случается, сломался в дороге, замечательно, 5940, сейчас достигнет, сколько это будет, вообще не улучшилось, ага, это она съела одну единицу, а, вот оно что, я думал, это увеличение, потому что мне показалось, что там увеличивает стоимость, как недостача, но бог с тобой, так, мы две доставили, кстати, уже, пятый вернул, пятнадцатый, точнее, вернулся назад, сейчас все будет, интересно, смотрите, мы получили с вами за один из кварталов, 147 тысяч, прошлый соточку, ну, мы купили два джунбула, считайте, вот это 47 тысяч мы потеряли, также у нас просадка пошла, конечно же, за счет того, что у нас вот здесь вот, передоз товаров, 77 это мы готовим отправлять, тут нас это не интересует, так, наш пятнадцатый отправился, с еще двумя кусками стали, и это будут последние куски стали, которые нам надо доставить, так, есть такое, ой, что-то там насчитал, о, результаты, успех, с пылу, с жару, за время час игры, мы с вами выполнили результат, ну, серия у нас чуть меньше, я там немножко порезал, вот, но мы с вами взяли все награды, и можем переключиться в следующую миссию, заработали всего мы с вами 693 тысячи, опыта получено 1750, ну, замечательно, и баланс в конце миссии 153 тысячи, шикарно, это я считаю, действительно разительный успех, по сравнению с качеством прохождения первого обзора, следующая миссия, что же там? Так, о следующей миссии у нас сначала дают нам выбрать некие изучения, геодезист, инженер, рекрутер и финансист, содержание локомотивов минус 7%, зданий минус 7%, о, беру, однозначно, цена локомотива минус 5%, пока не знаю, так, заработная плата наемных сотрудников, кто такие? Не видел таких, не знаю, дешевле на 3% исследования, ну, черт его знает, 3% ни о чем, с другой стороны, вот тут дальше можно развиваться, это будет уже 13, минус 18, да потом еще, короче, все это будет дешевле и дешевле, где столько опыта набраться, и сколько там этих миссий, так, геодезист, стоимость при прокладке путей, о, вот это надо, это я люблю, и все что ли? ага, у меня не хватает на это, тысяча и тысяча, что мне хватает? На рекрутера только, да? И мне хватает на том второй, Евангелие богатства, где содержание локомотивов минус 7%, содержание зданий минус 7%, я думаю, надо вложиться, потому что локомотивов будет много, и вот эти вот увеличения 200, 300, 400% могут сыграть со мной злую шутку, погнали дальше, мы успешно выполнили нас, первый крупный заказ, и теперь пришло время заняться чем-то, еще более масштабным, помнишь, я говорил тебе в одном дельце на юге, так вот, наша компания получила заказ на изготовление и доставку партии одежды в Атланту, начнем мы с Ноксела, где есть швейная фабрика, это будет нелегкой задачей, поэтому найми столько сотрудников в офис, которые помогут тебе в этом деле, ага, вот оно чем, только не набирай кого попало, дармоеды в офисе нам не нужны, компания им платит не за красивые глаза, и не стесняйся менять людей, зачем держать человека без дела, хотел бы ты весь день сидеть с пустым столом и получать жалкое жалование, скука смертная, то ли дело, когда ты на своем месте занят чем-то интересным, также купить текстильную фабрику, чтобы сэкономить наши деньги, гораздо выгоднее производить и продавать свои товары, чем просто перепродавать, вообще неплохо бы приобрести все предприятия производственной цепочки одежды, тогда все деньги с этих производств будут наши, и так начнем, начать, и вот на этом мы с вами закончим, мы загнаны в полный угол, вот у нас есть текстильная швейная фабрика, которую надо поставлять, забыл на паузу поставить, и отсюда будем развиваться, карта больше, городов и мест больше, при этом смотрите, наши ближайшие города, вот достаточно далеко, друг от друга разбросаны, придется заняться грузоперевозками, интересным каким-то макароном, как будем думать в следующий раз, если вам серия зашла, не забывайте ставить лайки, подписываться и писать комментарии, вот, также неплохо можно помочь поддержать канал на патреоне, если есть большое желание, и получить некоторые дополнительные плюшечки, ну а с вами был GameDragon, всем как обычно хорошего настроения, и увидимся, пока-пока!